друзья всем привет сегодня я буду для вот такой вот девочки совершенно шикарнейшие куклы делать лейку эта девочка садовница она мне не помещается в кадр но я здесь вставлю еще несколько фотографий чтобы вы видели рост девочки достаточно большой около 40 сантиметров эта кукла у меня изготовлена на подарок и мне нужно для этой куклы лейка поэтому я немножечко походила по магазинам я была в леонардо я была тут у нас есть магазин небольшой кукольные миниатюры точнее даже не магазин там небольшая полочка была там но в принципе ничего мне не устроил то есть леонардо я нашла лейку из фанеры при том что у меня задумка эту лейку я еще украшу цветами в итоге я решила сделать лейку самостоятельно и решила записать такое небольшое видео и если вам тоже будет интересно изготовить лейку то пожалуйста присоединяйтесь выкройку на лейку я оставлю с вами телеграм-канале так что проходите подписывайтесь там много интересного можно походить по каналу и чего-то интересное для себя найти и так я от немножечко нарисовала детали этой лейки и получается как то есть лейка будет стоять из четырех деталей изначально потом может быть что-то я еще доделаю буду делать из толстого фона вот такого глиттерного зеленого цвета у меня будет лейка из зеленого фума я вырежу все детали то есть обводим детали зубочисткой или как вы привыкли может быть не пишущей пастой это как вам будет удобно смотрите еще то есть вот эта вот деталь лейки мне нужно сделать зеркальную я к сожалению неправильно здесь отобразила на материале не хватает места поэтому не вырезайте две одинаковых если у вас односторонний фон есть двусторонний то без разницы будут наклеиваться друг на друга чтобы пожестче была эта деталь так сейчас нам нужно разогреть клей-пистолет данную деталь нужно склеить стык-стык вот таким вот образом для того чтобы это получилось аккуратно мы подкладываем сюда полосочку фома приклеиваем его с одной стороны до середины и затем приклеиваем с другой стороны также до середины клей нанесли немножечко подправили подержали все склеилось прекрасно приклеиваем донышко если вам такой вариант не нравится то есть вы не можете угадать с диаметром дна то есть еще простой способ вырезаете квадратик из фома или какую-то часть приклеивается и потом ровненько вырезаете то есть какая какой вам способ нравится больше тут и используйте для своей работы с донышком получается так получилось просто идеально совмещу 2 дырочки сделать на одном делайте дырочки но на глиттерном форме не очень они будут заметны она не глиттер нам будут конечно же заметно все присмотреться то их тоже видно склеиваем между собой получилось вот таким вот образом склеили и склеиваем вот этот элемент если получились где-то какие-то неровности то есть один элемент выходит за пределы то его можно подрезать у меня все получилось хорошо подрезать мне ничего не нужно и сейчас пристраиваем кличку таким вот образом по серединке где у нас дырочки у нас эта страна где дырочек нет приклеиваем по серединке тут часть а к основной части приклеиваем таким образом чтобы верхушечка с лейкой была чуть выше да вот лейка 2 сантиметра в диаметре будет намного интереснее смотреться чем сантиметровая давайте поменяем и сейчас приклеиваем сюда лейку а сюда приклеиваем основную нож так вот что получилось смотрите как клево хава очень классно и конечно же улейки должна быть ручка сейчас я вот беру фон пол сантиметра полосочку пол сантиметра на 6 сантиметров и приклеиваю вот таким вот образом ручку смотрите какое чудо получилось смотрите как здорово так и сейчас лейка она очень легкая сейчас я буду наполнять цветами и чтобы потом мне дать куколки в ручку мне нужно придумать какую-то веревочку здесь я сделаю из жута и наполню ее цветами цветы у меня также самодельные покажу вам что получилось так я значит приклеила веревочку джутовую чтобы можно было на руку куколки повесить данную лейку и внутрь вставила букеты из семи цветочков фома смотрите как это все здорово смотрится и очень и очень симпатичный аксессуар для куклы получился если вам интересно если вам понравилось пробуйте и я думаю что у вас все получится лейку также можно украсить чем-нибудь может быть божью коровку посадить на леечку может быть стрекозу или какой-то еще декоративный элемент чтобы было еще интереснее как лейка смотрится вместе с куколкой я вставлю фотографию потому что у меня в экран не помещается кукла достаточно большая как я уже сказала вот а как декоративный элемент как кукольный аксессуар очень здорово получилось мне очень нравится материал здесь самый простой работа также самая простая ни в коем случае не мастер-класс никого я здесь не учу просто показываю как сделала сама и думаю что если вы шьете кукол либо делаете какие-то игрушечки то вам тоже этот элемент может пригодиться все-таки сейчас лето и олейки с цветами будут большом спросе как аксессуары к нашим куклам творите с удовольствием увидимся с вами в моих новых видео